Профессора кафедры конденсированного состояния нашего друга Александр Натарнович Титов Дамы и господа, я спросил предварительно таких курсов у нас контингент выяснил, что у нас есть лучшие разные, в том числе культуры младших Поэтому то, что я буду рассказывать, я буду стараться делать так, чтобы штуксникам было не скучно, они понимали, что у нас есть В результате тех, которые с более старших, они вынуждены будут слышать то, что они уже знают и слышали Но я тем не менее надеюсь, что я все равно расскажу много такого, чего старшие курсы не знают и не слышат Ну и поскольку представители нашей кафедры, первого докладчика, как раз я считаю, что он представитель нашей кафедры Попустить наши кафедры все равно, мы его воспитали таким Для нас характерна такая увлекаемость, когда будучи поглощен делом, то есть версия контролирует То я где-то в середине хочу сделать небольшой перерыв 5-минутный и разобью лекцию на две части Первое, кстати, это будет, ну не то чтобы введение, а первое, это будет некий обзор общих принципов И второе, это я постараюсь решить задачу, а вот суперионной проводимости для конкретной системы показать, как оно может быть распространено на все остальные системы Итак, речь пойдет о суперионных проводниках Вообще термин этот сравнительно недавний Называли их в течение всяких времени, пока неизвестно, очень по-разному Называли их твердым электролитом, называли, по-русски даже не знаю, как сказать Fast-Ignant plus быстроионные проводники, что ли? И с высокой ионной проводимостью материал называли Просто ионными проводниками называли, по-разному называли Значит, в общем-то, на сложившуюся на сегодня день Это, вообще-то, немножко разные вещи Разные материалы вызывают вот этими разными словами Но я буду пока употреблять все эти термины как синоним Значит, все явления суперионной проводимости оттуда В 1838 году Майкл Фарадей Майкл Фарадей, как вы знаете, занимался Все знают, что он занимался электролизом Переносом тока в электролитах И показал, что, вообще-то говоря, носителем заряда там являются заряженные ионы И показал, что, после того, чтобы перенести 1 моль любого вещества Заряд, который должен быть подключен, он кратен, значит, в величине, которое называется Постоянная проводится 96500 кг Значит, никаких сомнений не было, что в электролитах ток переносится йодами Но ведь не только электролиты проводят ток Твёрдые тела проводят ток И спрашиваются, а если твёрдые тела проводят ток А там-то как? Йоды нет Они же там закреплены Значит, у нас твёрдого тела не было твёрдого тела В кристалле каждый, если татом, сидит на своём месте И даже сопротивляется, когда вы пытаетесь его туда сдвинуть И, в принципе, вот эта мысль, как бы сказать, Фарадея Фарадею не давала покоя Но он сразу откосил металлы Потому что, хотя металлы хорошо проводят ток Но понятно, что в металлах ионов-то нет И он пытался, значит, умерить Поизучать, что ли, проводимость тока Электропроводность Йонных соединений, в которых тоже есть йоны Вот в твёрдом теле Вот гениальность Фарадея выражается, на мой взгляд Ну, там, есть много таких признаков Есть много причин, так сказать, признать его гением Вот, в частности, в этой истории Выражается в том, что среди Там нескольких тысяч, а может десятков тысяч Или сотен тысяч, к тому времени, известных Йонных соединений Он выбрал два, оба из которых являлись вот этими самыми суперами Одно из них это было сульфиль серебра Вот, и о нём я сейчас немножко подробнее расскажу Значит, что сделал Фарадей? Он Фарадей использовал метод, который позднее Хотя он первый его использовал Позднее этот метод стали называть методом Тубанта По имени Гуфла Значит, германского исследователя, который его применял Если у вас есть некий объект, в котором вы хотите Ну пусть он имеет химический состав А, Б И вы, так сказать, подозреваете, что у вас может быть проводимость по одному из Йонов Скажем, по А Пусть это будет Опа! Совершенно не обязательно, чтобы объект был, так сказать, твердым Он может быть жирный, безобразный, круглый То, значит, Тубан предложил следующую вещь Ну, в смысле, Фарадей предложил, а Тубан, так сказать, как бы вошёл в аналог Вы приберёте два куска вещества А Вот так вот прикладываете их с этой стороны С двух сторон И пропускаете между ними эллигический ток Если у вас есть проводимость по иону А То с одной стороны, ну допустим, так сказать, вот так вот Здесь он растворяться будет А, а здесь будет выделяться Если вы, после окончания эксперимента, пропускав какой-то ток Пропустив какой-то заряд, потом взвесите, значит, вот эти вот, как бы сказать, контакты То вы увидите, что у одного контакта упало, у другого контакта прибыло И получите некое, значит, изменение массы Дель-дель-дель Значит, это изменение массы, это то, что перенеслось в результате пропускания тока Если вы поделите его на число авокадра Не на число авокадра, на малярную массу Ну, на малярную массу, как мы ее так назовем Вот То вы получите количество молей этого вещества, которое пропустилось Количество молей, ну не знаю, молей не пишет А количество молей, вы можете сопоставить с зарядом, который нужно пропустить, чтобы перенести один моль вещества А это постоянное про Д Значит, если у вас только вот этот вот ион А является единственным носителем, то у вас получится, что в точности это зависит Сколько вы пропустили только, сколько у вас, как бы сказать, выделилось этого вещества Если, значит, у вас носитель не один, а есть еще какие-то другие носители, которые при этом переносе участвовали, но не выделяются Тогда вы получите величину меньше единицы И вот это вот отношение Отношение тогда И отсюда вы можете посчитать как бы долю тока Перенесенного вот этим вот веществом А И, значит, к общему величине тока Вот эта вот величина носит название чисел переноса Так получилось, что это называется число переноса Классно Значит, итак, число переноса Значит, когда Фарадей все это делал, проделал с субфидом серебра А формула химическая субфида серебрат агентом ВС Вот, и, значит, он использовал именно вот серебряные контакты То он обнаружил, что действительно серебро выделяется Серебро растворяется на одном контакте, выделяется на другом контакте Но вот это число переноса, оно составляет где-то меньше 1,5% Порядка несколько десятых процентов Ну, Фарадей сделал правильный вывод Он сказал, что, конечно, значит, это означает, что ионы в твердом деле могут быть подвижны Но при этом, значит, все-таки они не играют основной роли в переносе заряда И, значит, есть какие-то другие носители заряда В 1838 году, значит, про электроны еще, так сказать, не знали людей Ну и в этом, значит, просто остался такой неизвестный носитель заряда Значит, позднее Вот к этому делу как-то так интерес довольно долго никак не проявлялся И следующий, значит, всплеск, что интересы к суперронным проводникам Возник где-то на рубеже 19-20 века И там две команды, так сказать, расслабились Одна команда, значит, вот уже упоминавшийся Туланд, некто Воренс Это немцы, значит, перед Первой мировой войной в Германии в Бурне развивалась промышленность Существительные фотоматериалы Они исследовали габаллинида-серебра, который есть фоточувствительные материалы И, в частности, они исследовали агентом йода, гидит-серебра И обнаружили, что при 147 градусах Цельсия Вдруг, значит, проводимость вот этого совершенно диэлектричного материала Вдруг возрастает на 4 порядка Ну, как бы сказать, в трудном теле еще никакие фокусы бывают Это, ну, по себе, не очень интересно А что самое интересное, что здесь оказалось, что нет никакого электронного переноса А весь перенос обеспечивается только йодами серебра Значит, проводимости, которую при этом удается достичь Ну, непроводимости, а сопротивление, которое при этом возникает Это порядка 10 Ом сантиметров Вот, как бы сказать, у меня такое сопротивление, там Ну, если вы возьмете, скажем, обычную, действительно, печку, да У нее сопротивление порядка 10, там, до 20 Ом сантиметров Да, вот здесь, значит, как бы 10-20 Ом сантиметров В чистой йодном материале Перенос осуществляется йодами серебра Это, конечно, очень удивительно Вот, и это не единственное удивительное Второе удивительное создаяло в том, что изменение сопротивления Оно выделило, давайте лучше проводимость не рисую Вот это пусть будет проводимость У меня потом будет этот график Я, на самом деле, я пока так довольно схематично рисую От температуры, значит, это было почти ноль А потом он делал вот такой прыжок Ну и какой-то вот такой Вот это вот температура перехода 147 градусов Цельсия Значит, если вы возьмете, допустим, натрий хлор И начнете его греть То при температуре его плавления вы увидите то же самое То есть там будет какая-то вот такая вот линия Точнее независимая температура Потом при некоторой температуре, значит, вот Возникнет вот такая вот речь Значит, это будет соответствовать расплавленному состоянию В котором йоды стали сломаны Фактически это стало не пролить И под действием труда Значит, каждый йод пошел в свою сторону И стали переносить заряд Значит, до того, значит, заряд они не перенесили Ну, очень похоже на прямые Что, значит, дало основание вот Турган Тулеренсу сказать Что, а давайте будем думать Что у нас просто в аргентом йоде Расплавилась подрешетка серебра Вот так вот произошел такой фазовый переход Где вот одна подрешетка раз и расплавилась Вообще говоря, понятно Что регулярно люди понимали, что так быть не может Не может одна подрешетка расплавиться Значит, это должно быть две разных фазы То есть, может так случиться, что у вас две фазы Да, одна расплавленная, другая расплавленная Так бывает А когда в одной фазе у вас, если часть Расплавленная на другую Да нет, так не бывает Так не может Вот Но, тем не менее, значит, вот Понимаете, очень Как бы наглядное представление Очень такое иллюстративное Надолго закрепилось И, в общем-то, с этим Я вам скажу, что Скажем так В 80-90-х годах 20-го века Оно еще очень Такое частое ухождение имело Вот, значит В связи с этим Публика, значит С большим, значит, энтузиазмом Стала искать Нечтое доказательство О том, что все Что-то такое Расплавленная подрешетка Или это что-то другое Вот Значит, есть методы, которые позволяют Отличить жидкость от родного тела Ну, это, значит, по Характеру колебаний Значит, составляющих частей Значит, если у вас Тело твердое То у вас, значит Вот эти самые Составляющие атомы Или молекулы В зависимости от того Какого-то там Атомарма, значит, там Материал Допустим, метал Или у вас Может быть Регулярный Они всегда Колеблются в положении равновесия И вот Как бы это Что мы с ними не делали Они могут Только колебаться В положении равновесия Больше никак Т.е. если у вас есть жидкость То у вас Налее вот с этими колебаниями Там тоже такие есть Колебания А есть еще колебания При которых, значит Как бы Колебнулся атом Он забыл, что ему надо Возвращаться И, значит, пошел Собор куда-то управлять Да, значит, так Показаном Ведет налево и выходит Вот Значит Именно поэтому Жидкость не держит форму Она принимает форму со суда А просто этого не делает Значит, таким образом Задача сводилась в поиску Ответа на вопрос Значит, если А, ну да Теперь, если у нас Атом ушел И, значит, не вернулся То это фактически означает Что у нас колебание стало Период такого колебания Стал просто бесконечный Конечно, он вернется обратно Через бесконечное время Вот Но Как бы сказать Через бесконечное Т.е. если Период такого колебания Бесконечен То чистота такого колебания Ноль Значит В твердом деле Таких колебаний нет А в жидкости Такие колебания есть Поэтому Задача состояла В общем Надо было взять И смотреть За интенсивностью Колебаний С разной частотой Значит Так 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 Значит В твердом теле В твердом теле Колебания Значит Принято называть Фармонами Считается, что колебания В твердом теле Квантуем Значит Это связано с одной простой вещью Значит В периодичности Решетки Дело в том, что В периодической решетке У вас могут Уживать только Стоячие волны Для того, чтобы волна была Стоячая Надо, чтобы у вас Есть Ячейка И надо, чтобы у вас Эта волна Попробую сейчас сделать Не получилось Диман Попробуй Вот так Надо, чтобы В вас волна Укладывалась целое число Раз В этой ячейке Тогда Отразившись Она будет снова Накладываться Сама на себя И значит Она не будет задухать Если она не целое число Раз будет накладываться Тогда у вас возникнут Как бы сказать Кусочки В которых Волны в разных фазах В одной Интенсивность Возрастает Другое бывает Они будут друг на друга Были накладываться И в этом месте Будет происходить Шшшшшш Согласно Вот В этом месте Будет происходить Затухание Понятно, что Если у вас есть Кристалл И в нем Есть Колебания То Все Колебания Не накладываются Сами на себя Они все Останутся только те, которые сами на себя и накладываются. Стоят четырьмя волны. А это означает, что какие попало фононы там жить не могут. Там могут жить фононы с определенными длинными волны. Вот это и есть по сути дела пунктование. Такие фононы можно считать квазичастицами. И рассматривать рассеяние, взаимодействие этих квазичастиц с какими-то другими частицами. Например, со светом, с фотонами. Например, можно рассматривать их взаимодействие с нейтронами. Другого рассеяния нейтронов, например, позволяет это сделать. Задача состояла в следующем. Вот мы берем поголовье фонона, назовем ВГН. А здесь берем чистоту. При стремлении чистоты к нол в этом теле поголовье фонона должно было уходить в ноль. Ну как-то так. Я схематически изображаю. Если у вас тело не твердое, а жидкое, ну тем более газообразное, то у вас эта кривая, вот здесь вот, пусть даже идет очень похоже, но здесь она, значит, уходит не в ноль, а вот остается какой-то, значит, отрезок, связанный с тем, что у вас есть колебания с нулевой частотой. Колебания, при которых атом просто смещается или, значит, не возвращается на свое обратное место. Возникает вопрос, а какой величины должен быть вот этот отрезок? Понятно, что все эксперименты сделаются с конечной точностью, с конечной чувствительностью. И, значит, спрашивайте, сможем ли мы зафиксировать такой величины эффект или нет? Значит, надо сказать, что задачу эту решали, ну, лет сорок-то ее точно решали. Ее решали лет сорок где-то, наверное, с шестидесятых годов. Значит, сначала методы были такие и очень точные. Получался, да, и надо сказать, что получалось все время одно и то же. Значит, получалось, что гребая должна выходить в ноль. Значит, но при этом, значит, если ошибка у вас вот такая, то вы не можете быть уверены, что она уходит в ноль. Постепенно методы совершенствовались, значит, ошибка становилась все меньше-меньше-меньше, отрезок этот, если остановился, тоже все меньше-меньше, и где-то, наверное, лет, ну, как бы это породило, как бы у людей, как бы мысль о том, что, наверное, все-таки там нет никакого отрезка, а нуль должен быть. Вот, и где-то лет тому назад, пять, наверное, был, наконец, поставлен очень ноль. Я считаю, критический эксперимент, в котором было показано, что дело не в точности, а ноль должен быть и так сам по себе. Значит, сейчас я покажу, значит, откуда это следует. Пока, значит, раз разошел разговор на эту тему, я хочу так немножко, значит, прилично вступить, и сказать, что я горд тем, что наша кафедра имела отношение к этому, вообще-то, фундаментальному эксперименту. Мы вырастили кристалл, на котором вот этот эксперимент был сделан. Это сделано было в Германии методом кугового рассеяния нейтрона, значит, ну, в общем, сейчас увидите. Итак, значит, получилась, значит, картина следующая, вот, из того, что я рассказал. Получилось, что у вас есть совершенно нормальный кристалл, в котором все ионы ведут себя, ну, вот, как ему положено. Т.е. нет никаких признаков того, что кто-то из них жидкость, они все от него задают тело, вот. Но при этом, значит, подвижность некоторых ионов становится очень велика. Значит, это удивительно, как-то с этим не возникнет. Значит, ну, давайте, кстати, немножко полистаем. Так, как листать? Вот эти, смотрите. Ну, вот, это то, что я уже говорил, значит, открытый, по пропусканию, а не так и Фарадейн. Коэффициент диффузии, значит, это вот диффузионная подвижность характеризуется вот таким вот коэффициентом диффузии, который измеряется в сантиметре квадрате за секунду. Т.е. это, грубо говоря, сечение одинаковой концентрации. И его сдвиг за одну секунду подхарактеризует диффузионную подвижность. Значит, коэффициент диффузии, там, сразу, наверное, следующее. В нормальных твердых телах составляет вот 10 минус 12, 10 минус 15 сантиметров квадрате за секунду. Бывает 10 минус 17, как включается, значит, материал. А характерный коэффициент диффузии сутронников порядка 10 минус 5. Т.е. от 7 до 10, даже до 11 порядка разница. Вообще говоря, когда такая большая разница в коэффициентах диффузии, у многих людей возникла совершенно справедливая мысль, что не является ли это просто новым каким-то состоянием этого вещества, значит, когда вот у вас есть очень слабо связанные ионы, которые, может быть, плазмой, надо представлять себе как плазма или там жидкость, которая пропитывает, ну, значит, остальной кристалл. Вот, ну, собственно, вот я про это сейчас рассказываю. Так, значит, на сегодняшний день известны суперионные проводники, значит, с проводимостью вот по таким вот ионам. Ну, если посмотреть, то, на самом деле, все довольно-таки единообразно получается, потому что вот это все, вот досюда, ну, как в умении, вот это, вот это, вот это, это все чиничные металлы. Это металлы, которые очень любят отдать один электрон, стать, то есть, после этого по своей электронной конфигурации благородным газом, то есть, не вступать ни в какие химические взаимодействия, стать, значит, просто заряженным шариком, то есть, это совершенно мертвым. Вот, значит, есть, значит, гравогены, известны по гравогенам, суперионная проводимость, которые тоже, так сказать, этим славятся. Они принимают один электрон и тоже становятся таким же точно заряженным шариком, ни с чем не взаимодействующим. Ну, и есть еще кислород, тоже свалящийся. Но, правда, досок, ему надо принять два метра. Вот. Примерно такая же картина с благородным металлами, метиселедром. Вот. И, в общем-то, в этой картине, конечно, не хватает золота. Надо сказать, что с золотом, вот я просто не видел экспериментов. Возможно, золото тоже так себя ведет, но вот я не видел таких экспериментов, поэтому чувствуя это определенное дело. То есть, получается, значит, сразу то, что видно, как будет на поверхности, что все это материалы, которые очень хотят стать, как бы, инертными. Инертными такими шариками. Ну, и понятно, что такой шарик будет слабо и взаимодействовать с остальной решеткой. А вот типичная представительность. Не знаю. Это литер Боэс, бронит медий, едицеребра, листом 2О3. Кальция 2. Почему считать это кальция 2? Кальция 2. Кальция 2. Кальция 2. Вот. Значит, как вот написано, как следует из опытов ФРД, у нас не все йоны участвуют в процессе переноса. Не все йоны участвуют. Иначе, если бы у нас все йоны участвовали в процессе переноса, у нас будет просто учиться телевизор. Просто куда бы жить. Вот этот материал сохраняет твердость, сохраняет историческую структуру, сохраняет формулку историческую, а грантную примерку историческую. И при этом, значит, обладает высокой йонной проводимостью. Это означает, что у нас, получается, как бы один из йонов, входящих к человеческую формулу, способен переносить заряд и является подвижным. А второе, а все, что осталось, формирует векий жесткий остров. Вот этот жесткий остров поддерживает нам решетку, а, значит, подвижно ее на перенос от заря. На сегодняшний день уже таких много материалов получено. Кристаллические, амуртные, полимерные, еще есть. Но, значит, на мой взгляд, вот это разнообразие, оно интересно для химики. Химики, они, по-своему, им интересно, вот так можно организовать эту глину. То есть можно так. Для нас, как физиков, важно другое. Важно, как устроено это явление в принципе. То есть, если мы поймем, не что разного между вот этими материалами, что между ними общего, то мы поймем, как устроено это самое сустроенное проводник. Значит, вот два примера, два характерных примера субблированных проводников. Как устроены их решетки. Это едиц серебра. Значит, вот эти синие шарики, это идет. Он образует объемно-центрированную решетку. А вот все остальное, разноцветные шарики, это позиции, которые занимают серебро. Оно их занимает с разной вероятностью. Но, тем не менее, все вот эти позиции, и черные, и красные, и желтые, они доступны серебро. Вы понимаете, в чем получается? Получается, что вот эти позиции, они образуют некие, так сказать, непрерывные что ли, ну, каналы что ли какие-то, непрерывные сеть каналов, по которым можно вроде бы перемещаться. Но, в принципе, с другой стороны, если вы возьмете любую другую ОЦК-решетку, вы там тоже эти позиции можете нарисовать. Значит, позиции эти, они возникают не из-за того, что там они как-то выделены физически, они возникают из-за того, что они выделены с точки зрения симметрии. То есть, вот видно, да, что вот, скажем, вот эта позиция, она явно выделена симметрией, потому что она лежит просто на любве решетки. Точно такая же позиция будет в любой ОЦК-решетке. Она будет в железе, в металлическом ОЦК, она будет там, я не знаю, в алюминии или в других материалах. Тем не менее, йодный проводим из-за отсутствия. И по этому делу, конечно же, не побилие позиции. То есть, обилие позиции – это хорошо. Но это, по-своему, не является тем фактором, который определяет, будет у вас материал с укулоном или нет. Вот другой, когда посмотрел на него, я вспомнил, что я забыл вам сказать. Сейчас я вам это скажу. Значит, второй материал – это свинца. И тут вообще картина очень интересная. Дело в том, что здесь нет такой системы каналов, по которым йод будет продвигаться, перемещаться. А есть некие такие комплексы, состоящие из трех вакансий под решетки фтора и компенсирующий заряд межгрузильных атомов. Опять же, это блок фтора. Вот оказывается, что вот почему-то, что такой комплекс обладает очень высокой подвижностью. Отсюда вытекает, значит, простая такая речь, что, в принципе, высокая ёмная проводимость, она может быть достигнута двумя путями. Либо, значит, вы формируете комплексы дефектов, какие-то, а, в устройстве, которые компенсируют заряд межгрузильных атомов, которые компенсируют заряд межгрузильных атомов. Либо, значит, вы создаете, как бы, сеточку таких же каналов, по которым йод надо легко перемещаться. Вот теперь я скажу, что я забыл. Я начал про агента йод рассказывать и, значит, увлекся. А была еще одна команда, значит, в которую входил известный, значит, гауреант на перспективе Бальтерна Эльц, которые, значит, обнаружили, что есть проводимость по кислороду в диоксиде цинклоне. Значит, они показали, что, в общем, там нервность вообще была, если человек такой эксцентричный, любил, если такие, как бы, впечатляющие, что ли, эксперименты. Поэтому, значит, вот он вошел в историю, в частности, в другом году, но в частности он вошел в историю тем, что он ставил, значит, показывал такой эксперимент. Он брал, значит, батарею, ну, источник тока какой-то, плавал на него, значит, наклевал брусок из этой самой, из окиси циркония, ну, и, значит, было видно, что никакой ток не пил. После этого убрали горелку, разогревали этот оксид циркония до температуры, когда там начиналась вот эта всекровенная проводимость по кислороду, затем горелку убирали, а брусок оставался красным, продолжал оставаться красным, потому что его разогревал ток ионов кислорода. Значит, вот такая конструкция, вообще, оказалась на некоторое время достаточно удобной. Она позволяла, во-первых, она не могла перегореть, в отличие от лампочки, там, какого-нибудь, там, яблочкового, вот, так сказать, вроде сорокской лампочки, она не перегорала, в принципе. Потому что, ну, оксид циркония, куда его окислять? Все, он уже окислялся, вот, до упора, больше он не может окисляться. Носитель, значит, заряда датокислорода, его, значит, в окружающем воздухе тоже полно. Значит, она, вот, с такой лампочкой ничего сделать не могла. Она, значит, работала и работала, и работать могла вечно. Значит, ее использовали для получения очень больших, как сказать, световых потоков. Такие потоки были нужны, вот, в начале 20-го века, такие потоки были нужны, в первую очередь, для маяков. На маяках, вот, использовалась, как бы, эта конструкция. Мы потом придумали более интересные конструкции. Там вот этот, как бы сказать, этап, когда надо было разогревать сначала, значит, кусок оксида циркония, прежде чем он начинал работать сам по себе, он, конечно, был неудобен. Ну, вот, какое-то время это все работало. Значит, ну вот. Куча. Вот немножко то, ага, вот этот переход в суперронное состояние. Вот, получается, что в аргент умеет. Это взято уже из, как бы, работы. Значит, вот эта вот ионная проводимость, ионная проводимость в аргент умеет не суперронная, затем скачком он переходит в суперронный фрал, и здесь у нас, получается, очень высокая температура, почти независимая. Значит, очень похожая картина, получается, с матриком. Смотрите, ну, один в один. Вот. А вот вторец свинца, о котором шла речь, где нет канала, а есть, если просто подвижные дефекты, там, значит, получается вот такая вот картина. Тут нет скачкообразного перехода, а есть плавный переход в какую-то высокопроводящую фазу. Значит, обратите внимание, что вот здесь вот у вас, вот в этих высокопроводящих фазах у всех нет зависимости от температуры. Это связано с, так, сейчас я должен себе выступить немножко другое на своей песне, и вспомнить опять про большекурсников. Значит, это связано ночью. Значит, если у вас есть обычная нормальная форма для геологии, или даже гиппыст, то в любом случае у вас, значит, диффузия осуществляется путем свачков. И что-то у вас есть система потенциальных ям, в которой сидят у вас атомы. Они сидят в двойном теле, они сидят в жидкостях потенциальных ям, они находят минимум свободной энергии, где-то с этим находятся. И теперь, если вы хотите этот атом сместить со своего, как бы сказать, положения, с того места, где он сидит, вам придется затратить допустную энергию. Ну или по-другому, вам придется вытащить его вот сюда, вот на барьер. Значит, это приводит к тому, что частота этих прыжков будет пропорциональна Е в степени минус У на КТ, где У – это высота вот этого барьера. Значит, те, кто старше, знают, что фактически это речь идет о термодинамической вероятности. Это термодинамическая вероятность найти вот этот атом на вершине барьера. То есть те, кто помладше, придется вам, как бы сказать, просто поверить на слово, что так вот оно получится. Если у вас есть шарик, то вероятность найти его при разных энергиях, она, значит, вот таким вот помладением описывается. Ну а дальше, значит, надо просто умножить еще на некий предэкспоненциальный член, который будет включать, учитывать то, что у вас таких атомов не один много, то, что они там как-то взаимодействуют, значит, то, что, значит, вот жесткость этой связи, значит, частота попыток и все такое. Получится там вот так вот D0. Таким образом получается, что у вас есть коэффициент диффузии, должен быть пропорционален вот такой вот конструкции. Значит, вот это выражение получено было впервые Арениусом, химиком шведским. И так и, как бы сказать, называется Арениусовская форма записи коэффициента диффузии. Значит, теперь смотрите, что получается. Если у вас энергия активации, если вы теперь возьмете и, скажем, пологарифмируете, то у вас получится пологарифм. Логарифм коэффициента диффузии пропорционально минус U на КТ. Значит, чем больше у вас U, тем круче у вас будет эта зависимость. Чем у вас U меньше, тем она будет у вас более пологая. Если у вас, так сказать, U, вот эта, стала, величина барьера, она приблизилась к нулю, то у вас вообще гр submission, гр call, зависимости никакой не будет. Ну понятно, да, не моль, в зависимости нет. Вот именно это и происходит. Именно это и происходит, в этой части. Вот эта вот самая энергия активации становится очень маленько, очень, маленько. У нас, ну, как бы сказать, наклон вот здесь и вот здесь, а, не здесь, а вот здесь вот, и вот здесь вот, надо сравнивать. И тогда вы увидите, что настолько изменилась и по самому вероятность. То есть чисто на то, что говорить не было, а на то, что наглядно это видно. Теперь, для того, чтобы понять, как же удается вот этим вот полтвизмом ионам так шустро бегать, как это получается, казалось бы, надо понять, что вот в этих суббиродных проводниках есть такого, чего нет в несуббиродных проводниках. Вы понимаете, как несуббиродный проводник это всегда материал с другим химическим составом. Ну, любой химический состав, там всё по-другому. Поэтому лучше всего и полезнее всего, казалось бы, сравнивать просто тот же, скажем, аргентом йод, Ну, вот в суббиродной фазе и не суббиродной фазе. Химический состав одинаков, но с структурой немножко равном. Вот посмотрим, как влияет структура. Значит, вот здесь регион вот этого три зависимости, три, как бы сказать, проекции, плотности распределения атомов в мире, значит, вблизи узла, в котором они должны были находиться. Ну, в смысле, кристаллографически, с точки зрения, скажем, регионо-структурного анализа, значит, атом в мире занимает удобный путь. На самом деле, значит, вот, если учесть его тепловой коллегони, то, значит, атом вокруг этого два вот распределения. Значит, с нагревом, как выясняется, область вот этого распределения атома растёт, и в конце концов наступает момент, когда возникает некое непрерывное распределение этого атома по всему кристаллу. Значит, вот это вот, вот это вот, это моделирование. Это, значит, там, моделирование на основе каких-то, там, молекулярной динамики, ещё что-то такое. Вот, значит, но вот эксперимент, по которому я говорил в самом начале, о том, что нам удалось это сделать, он показал мне точно такие же результаты, за исключением того, что вот, вот я тут в промежуточной стадии, а есть вот такая стадия, а потом сразу вот такая. И она сопровождается перестройкой острова, небольшими деформациями вот этих вот атомов, атомов основной решётки. Вот здесь вот йод, значит, вот это йодные решётки, формирующие остров, этот остров немножко деформируется, и после этого из этой картины сразу возникает вот такая. И проводимость скачком меняется. Значит, это означает, что фактически при переходе от несуперионной фазы к суперионной в состояние йодов не изменилось. Оно было, какое было, такое стало. Это означает, что после всей надежды на то, что там у нас есть какая-то плазма, жидкость и всё такое, это всё ерунда, этого всего нет. Йодные какие были, такие есть, это твёрдое тело. А вот эта вот картинка уже получена экспериментально. Она получена методом, так называемой, солилизации. Значит, что такое метод солилизации? Ну, никакого-то не знаю. Значит, это в прошлое ТП. В старые времена, когда не было цифровых фотоаппаратов, снимали на плёнку и рентгеновскую плёнку снимали. Ну, рентгеновскую плёнку ещё сейчас использовали. Так вот, если взять и нарисовать зависимость величины почернения рентгеновской плёнки как функцию, значит, количество кванта света, попавших на неё, ну или, значит, по-другому. Если у вас постоянный источник кванта света, то как функцию просто времени выдержки. Ну, допустим, берём Т. А здесь у нас будет почернение. То она идёт вот так вот. Вначале она идёт линейно, потом она загибается, а потом она начинает уменьшаться. Значит, ну, это связано там с тем, что зёрна фотоэмульсии начинают там как-то регулировать, там начинаются всякие дефекты, начинают собираться какие-то пластеры. Вот. Но, значит, нам интересно то, что, значит, если мы возьмём достаточно большое время, то у нас, значит, почернение в том месте, где у нас самый интенсивный рефлекс, оно будет маленькое. А, значит, в том месте, где у нас рефлекс слабенький совсем, где-то здесь, оно будет сильное. Вот это позволяет как раз получить вот эту самую картину. Значит, ну, полностью, как бы сказать, совсем-то изглавиться в этих рефлексах нельзя. Вот эти рефлексы. Это позиции серебра, которые оно занимает регулярные решётки. А вот эти вот слабенькие, как бы сказать, полосочки, это, значит, ЮНН, которая находится в процессе перехода от одного узла к другому. Вот, если вы держите её там, допустим, 20-30-50 часов, за это время у вас, как бы, моментальных фотографий, когда они там, значит, проходили, было много очень. Вот, но времени, которое они находились в этих позициях, было очень мало. Но когда очень мало времени, ну, может, немного, как сказать, атома, получится, если что-то какое-то конечное число. Таким образом видно, что, действительно, Йода серебра распределяются только в каких-то каналах. И это, значит, материал вот такой. Аргентум-4, убить Йод-5. Значит, тут, наверное, вот ещё что надо сказать. Значит, вот я говорил Аргентум-Йод, а сейчас говорю Аргентум-4, убить Йод-5. И, значит, вот, возникает такая мысль. А вот, одно-то, с другим, как связано? Значит, связано очень просто. На самом деле, это почти, что есть Аргентум-Йод. Значит, если вы посмотрите, вот, это Аргентум-Йод, если вы выделите это, получится Аргентум-4, Йод-4. И один есть Рубидий Йод-5. Значит, вот, небольшая добавка Рубидий, она приводит к тому, что его чуть-чуть, как бы, разрыхляет решётку. И, в общем-то, больше ничего не поискает. Значит, я хочу вот что сказать, что... Ну да, и ещё вот, что я бы добавил. Понимаете, какая штука? Значит, к сожалению, вот эти эксперименты, они сделаны кто для кого... Кто что-то стал, тот для того и сделан эксперимент. Поэтому, значит, я не могу взять, допустим, Аргентум-Йод, и вот все эксперименты для него привести. Я привожу для аналога. Вот такая вот. Так, вот, да, я забыл ещё сказать, что вот это вот величина, вот этот вот отрезок, который все искали, то есть колебания с нулевой частотой, которую все искали, он, значит, вот этой самой мелкой супериорной получил название мягкой моды. На самом деле, значит, мягкая мода – это просто несколько частотное колебание, но этот термин встречается во многих, так сказать, областях и, значит, означает просто колебания с низкой частотой или с пониженной частотой по сравнению с тем, что было. Но вот в супериорной науке конкретно, поскольку, значит, много лет народ упирался именно в это дело, вот слова «мягкая мода» означали всегда, что вот наличие телепоний с нулевой частотой, которая отвечает принципиально жительство твёрдого тела. Ну вот, значит, вот более подробно про аргент Уилл. Вот эта самая картинка с переходом, я её просто ещё раз. Эту картинку мы уже обсуждали, здесь вот написано распределение, где числено, кто где сидит, с какой вероятностью, в какой позиции. Значит, это атерогические позиции, то тетраэрические позиции, вот. Ну и вот, написано, где кого сколько. Значит, вот, что видно на рентгенограмме, при этом переходе. Переход происходит между, около 415 и 420. Значит, здесь вот видно, что исчезает вот эта самая, вот эта вот линеечка, и вот здесь немножко что-то изменяется. Значит, выше перехода в суперронной фазе у нас сохраняются брокерские линии. Брокерские линии означают, что у нас есть решётка, у нас не исчезла решётка, значит, это остался кристалл. Но при этом, значит, линий стало меньше за счёт, вот из-за того, что часть узлов, не часть узлов, а часть атомов перешла в нерегулярную решётку. Это как раз те самые атомы, которые у нас формулируют вот эти самые линеечки, связывающие разные узлы. Значит, ну вот, если это суммировать, попытаться подсоединять какие-то выводы сделать из того, что я уже сейчас сказал, то можно попытаться сформулировать требования, какие-то, значит, признаки суперронного материала. Очевидно, что для того, чтобы материал обладал вот такой вот суперронной проводимостью, надо, чтобы была высокая концентрация этих подвижных линий. Ну, это понятно почему. Потому что проводимость у вас всегда, проводимость у вас всегда, это есть произведение концентрации частиц, на, значит, их заряд и на подвижность, на скорость, да? и на скорость. Потом, значит, для того, чтобы была высокая проваливость, надо, чтобы убить без заряд, чтобы больше, концентрация была неположда, и они быстро двигаются. Вот, значит, похоже, что структура как раз должна создавать вот эти каналы для диффузии. Хотя, вообще говоря, вы видели, что на примере плимбов СТОР-2, что вообще-то вроде бы это не обязательно, но, вот, как бы, для материалов на базе, где-то умьет, там, пупа умьет, вроде бы, посадите каналу способствовать. Дальше. Высокая поляризуемость. Вот по поводу поляризуемости, о чем отдельно поговорить. Понимаете как? Если у нас есть подвижность этого иона, которое, скажем, там, на 10 порядков больше, чем подвижность, диффузионная подвижность нормальных ионов, то, в общем, как бы сказать, выглядит это вообще довольно-таки удивительно, и, я бы сказал, противоестественно. Представьте себе, как сформированы кристаллы. Вот у вас, значит, шарики атомов, значит, с этими своими оболочками ионных кристаллов, значит, они у вас, значит, собрались, как бы сказать, скучно, и с такой плотностью они начнут собрались, что они уперлись друг другу боками. Вот они бы еще плотнее, значит, эта сама, скучковались, да вот уже дальше некуда, потому что мешает заполненная оболочка. Ну, как бы макроскопический аналог. У вас есть люди, которые заполнили там, не знаю, троллейбус, да? И вот в этом троллейбусе, в этом, значит, кристалле, в этой плотной очереди, вдруг появляется атом, который движется с безумной скоростью. То есть, вообще, нет, ну серьезно. Вообще, мы можем воспользоваться, значит, если воспользоваться, значит, теорией, значит, случайных блужданий, развитых, значит, Бенштейн и Старуховских, то мы должны, ну, то есть, вот мы возьмем, значит, атом и будем за ним наблюдать. Он, значит, бегает, как-то там, значит, отражается чего-то, кем-то образом, значит, случайно, просто смещается. И если мы будем за ним наблюдать и записывать его среди некоторых качеств измещения, то есть, без учета, то есть, знака измещения, вот это L, то она будет пропорциональна помимо квадратному времени наблюдения. Вот. Как вывод из Штейнского вопроса. Вот. Но при этом, значит, появляются еще такие параметры, как длина свободного пробега и время, соответственно, свободного пробега. Вот если мы возьмем экспериментальное развлечение для вот этих вот величин, и, значит, вычислим отсюда... А, ну да, и теперь, значит, возьмем длину свободного пробега, проделим на время, получим скорость свободного пробега. Так вот, значит, если мы это все проделаем, то мы получим величины где-то в диапазоне от 10 метров в секунду до 100 метров в секунду. А теперь представьте себе плотную предплотную среду, в которой вот этот атом серебра вносится со скоростью там 100 метров в секунду. Да? В секунду. Представляете себе троллейбус? Да? Все убиты. Он убит. То есть, люди бы еще туда залезли, но некуда уже. Все. И тут заходит, значит, здоровый мужик, который вдруг, как намыленный, значит, со скоростью 100 метров в секунду пролетает этот троллейбус и, значит, не замечает, значит, там, и, как бы сказать, не оставляя после себя разрушений, да, значит, никого там где-то не придавив, и сам его страдав выскакивает, так сказать, совершенно спокойно. Вот, значит, так может быть только в том случае, если вот мужик взял, значит, и научился, значит, вот, как сказать, съеживаться, значит, в тоненькую-тоненькую, значит, блин такой, который вот, ну, как сказать, костовыми людей, значит, это вот есть некое свойство поляризуемости, то есть, способность деформироваться, для того, чтобы, значит, ну, не для того, чтобы, конечно, у арома нет такой цели там, где-то пролезть, но просто деформироваться так, что теперь его можно посунуть в абсолютную скорость. Ну, вот высокая поляризуемость и подвижных ионов, и, возможно, очень высокая поляризуемость ионов острова. То есть, представьте себе, то есть, у вас ион готов здесь сжаться, налетает на другую компанию ионов, и они тоже сжимаются, и, значит, можно пролезть. Дальше. Специфический, конечно, характер химической связи. Потому что нормальный характер химической связи, конечно, вам не обеспечит, ну, такого поведения обеспечить не может. Значит, новость заряда ион. Ну, вот тут мы иступаем в противоречии. С одной стороны, некреповедимости заряда будет побольше, а с другой стороны, большой заряд – это большое взаимодействие, сильное взаимодействие со звуком. Понятно, что такой ион, а туда, коробаль тяжелый. Наверное, заряд у него должен быть мал. Действительно, например, вот если вспомнить те ионы, про которые речь стала в начале, это всегда ионок, максимум, то есть двух зарядов. Больше нету. Вообще, лучше всего одно зарядное. Вот. Ну, и, наконец, малость ионного радиуса, значит, которая как раз позволяет шустрости, то есть печи, да, значит, ионок. Вот. Однако, значит, если посмотреть на экспериментальные данные, то получается, что все вообще-то гря не совсем так. Значит, например, вот у меня есть очень хороший пример, который я люблю приводить. Величина ионного радиуса серебра, 1 валент на серебра, примерно 1 экстремп. А величина ионного радиуса надря, значит, ну вот, 0,99. Разница, если там, 1 к пациенту. а аргентовый йод, это суббиродный проводник. А натрий йод, это вообще никакой не суббиродный проводник, у него проводимость как, ну, я не знаю, нет у него проводимости. И по йодам ее нет. Ну, то есть, она есть, конечно, но померите очень трудно, потому что она очень маленькая. Вот. Значит, мало того, есть ведь, кроме металла, есть еще и не металлы, а там вообще-то, это непонятно. Представьте себе, кислород. Вот он пока не присоединил 2 электрона, он, то есть, это не мог прыгать, а 2 электрона присоединил, стал больше, распух. И вот в таком виде, ему уже хорошо, то есть, присталы делятся. То есть, понятно, что вот такие последние подходы, они только не позволяют объяснить. Можно вопрос, смотрите, вот ионный радиус, это имеется в виду, электронные оболочки, которые заполнены? Да. Нет, ионный радиус, это вот что такое. Если у нас есть одновалентное серебро, значит, это мы внешний электрон оборвали, и вот, как бы сказать, заполненные оболочки, радиус заполненных оболочек уберем. Если, если наоборот, значит, у кислорода, то мы добавили ему два электрона, он стал благородным газом, это значит, что внешняя оболочка стала С, ну и все, это шарик, у него есть радиус, нужно это увидеть. Так. Поехали. Держитесь, люди, мы уже близки к перерыву. Значит, и вот, в связи с этим, я бы хотел обратить внимание, как бы обсудить, что ли, даже разница между тем, что мы интуитивно, более-менее понятно нашли, более-менее нашли для того, что мы материал, либо углевал, разница с тем, что ровный фтор два. Значит, здесь еще раз. Плюм фтор два, его полная правильная структура, она вот здесь показана. Синяя это свинец, красная это фтор. Значит, вот такой материал, вот такой материал, коэффициент диффузии, имеет очень низкий. Ионная проводимость в нем низка. Она становится велика по мере того, как при нагревании формируются вот такие комплексы дефектов. Как это выглядит с точки зрения физических свойств, сейчас я покажу. Вот концентрация дефектов, которая стоит с температурой. Обратите внимание, реальный рост концентрации начинается где-то чуть-чуть ниже 700 градусов. Вот если мы сейчас выбьемся сюда, то вот переход. 700 градусов температура, вот она. Она немножко не доходит до суперронной амфазы, в которой проводимость перестает зависеть температуру. Она немножко ниже по температуре. И вот здесь вот она начинает быстро расти. Здесь она тоже на самом деле растет, хотя и не так быстро. И этот переход в суперронное состояние, где-то вот он, 800 градусов, вот он. Он сказывается на параметре очень слабо. Ну и это понятно почему. Ну сам ядрихий состав-то не изменился, никакого упорядочения не произошло. Просто дефекты сформировали комплексы. Вот. Немножко изменилось. Значит, при этом, значит, вот происходит вот такая вот лямбдообразная зависимость. Ну, не совсем лямбдообразная. Вот такой максимум на теплоемкости, что ближе к тому, что это переход второго рода, а не первого. Ну, собственно, это можно было видеть и из, как бы, из этой вот графики, что ли, действительно не первого рода перехода. Здесь нет ни укола скачка, здесь нет вот возможности, и немножко летела. Вот теплоемкость такая. Значит, таким образом, вот в этой, в этом материале переход получается не за счет того, что у вас каркас-то сатьё доизменился, и у вас сатьё нам стало доступно все пространство кристалла. Оно изменилось просто за счет того, что мы увеличили концентрацию носителя. Увеличивали и её увеличивали. И, наконец, мы её увеличили до такого уровня. Да, уже, значит, Владимир Страва решает. Вот, значит, видимо, оно отличается от Аргентом Йот. Теперь, оказывается, что с Аргентом Йот у них не так много различий, как это можно было бы заключить из этой моей речи. Оказывается, что у Аргентом Йот довольно сложная фазовая диаграмма, как функция давления. И при высоком давлении, значит, вместо ВЦК становится устойчивая фаза типа наприхло. Мы её сдавили, она более плотная. И в этой фазе, значит, зависимость концентрации дефектов так же ведёт себя в точности, как в ВЦК. Обратите внимание, что они очень похожи. Обратите внимание, что вот эта вот зависимость, с этой зависимостью, они очень похожи на вот эту зависимость для Аргентом Йота, но фаза высокого давления со структурой наприхло. Значит, таким образом получается, что все вот эти высокопроводящие ионные холодники можно как бы разбить на две больших группы. Одно из них это всё связано просто с тем, что у вас очень много носителей, и пусть они даже не очень подвижны, но их так много, что, кстати, они всё равно будут высокую ионную холодильность. И есть вторая группа материалов, в которой носители, кстати, у вас от температуры не меняются, концентрация носителя температуры, конструкция температуры не меняется, а меняется резко подвижность, меняется резко подвижность. Значит, ну, строго говоря, на сегодняшний день супер-ионными проводниками называют материалы вот этой второй команды, второй группы, в которых резко меняется подвижность, потому что подвижность – это та величина, которая вам определяет характер связи, характер взаимодействия иона с решёткой. Просто концентрация носителей, конечно, там, как-то сказать, не может быть. Вот, значит, на этом месте мы давайте сделаем перебыв, после которого я вам попробую это сейчас показать, а почему, собственно, вот эта самая энергия может быть маленькой. Ставь, ставь, ставь. Так, всё, сели? Поехали, да? Итак, значит, содержание предыдущих серий. Как вы договорились в прошлый раз, мы должны понять, каким образом ионам удается шаргантировать такую высокую подвижность внутри решётки, в дриплотной такой решётке. Значит, речь пойдёт не о тех материалах, в которых простая концентрация носителя очень велика, а о тех, в которых они очень подвижны. Но я бы позволил себе напомнить о цене полной диффузии. Первый закон ФИКО, значит, из которого следует, что диффузионный поток прям пропорционален градиентам концентрации. Второй закон ФИКО, где, значит, концентрация оказывается зависящая от времени. Вот, это вторая производная. И, значит, если у нас есть одновременно... На самом деле диффузия, она происходит не под влиянием градиента концентрации, а под влиянием градиента химического потенциала. Или вообще какого-то потенциала? Литрического, химического потенциала. Или, как говорят, электрохимического, суммирующего. Это вот выражается уравнением, этот факт выражается уравнением Вагния. На самом деле уравнением... Ну да, уравнением Вагния. Значит, здесь вот, как бы сказать, не совсем по теме налоговых вкладов, но я хочу обратить ваше внимание на одну важную вещь. Вот это вот градиент химического потенциала. В него входят не только концентрации, в него входят еще такие вклады, как, скажем, СНДТ и КНДВ. То есть на самом деле вы можете организовать градиент химического потенциала, не только изменяя, ну, за счет градиента концентрации, но и за счет градиента давления, за счет градиента температуры. Возникнет там так называемая термодиффузия или так называемая восходящая, может быть, диффузия получится. Вот, ну, все, я, так сказать, закрыл это лечение, продолжу. Вот, значит, если у вас среда представляется бы идеальной, то есть нет взаимодействия между, там, подвижными частицами, то, в общем, хим-потенциал может быть записан в таком виде. Если его, значит, теперь подставить в некий уровне, то, значит, в этом уровне «3», значит, то «3», то, значит, в общем, вот получается такое вот вооружение, сравнивая которое с первым законом Грика, то, что мы видим, что коэффициент диффузии очень равен. Вот эта формула известна под названием соотношения Мерн с Эйнштейн. Значит, отсюда вытекает, что для высоких, для того, чтобы понять, почему у нас высокая ионная проводимость, нам достаточно понять, почему у нас высокий коэффициент диффузии. Это одно и дело получается, разными сторонами. Коэффициент диффузии, как я уже говорил, записывается на такой форме, что связано, значит, с термодинамической вероятностью, того, что её может запутать вот этот барьер, удерживающий его в своей позиции в узле. Значит, в нормальных твёрдых телах величина вот этого самого, высота вот этого барьера порядка, значит, нескольких электрон-вольт, что, кстати, вообще в варианции тоже должно вызывать удивление, потому что вы знаете, что, значит, существует у нас, например, какие-то лэп, в которых, значит, мегавольт это может проходить, да, и которые изолируются твёрдыми телами, а в твёрдых телах, то есть, потенциал вот этот связанный, удерживающий её в своей позиции, он, значит, всего лишь электрон-вольт. Не мега-электрон-вольт, а всего лишь один вольт. На самом деле эти изоляторы, они, кстати, не подвергаются липобельжу, не разлагаются, чисто, значит, кинетически. На самом деле они должны это делать. Но просто процесс разложения идёт очень медленно. Вот, значит, характерная величина, значит, энергии активации для субтерионом-вольтников порядка 0,2. Значит, это, вообще говоря, я взял фразу из учебника. На самом деле, значит, на сегодняшний день уже известны материалы, которые не 0,1, может быть, энергия активации, 0,01, то есть 0,01 электрон-вольт. Такие тоже уже сейчас известны. Вот. Ну и вот у меня тут ещё написана такая вещь фактически, что, значит, материалы субтерионом должны называть материалы, только в которых энергия активации мала и следует на подвижность велика. А вот те, которых, значит, концентрация велика при не очень высокой подвижности, это как бы называются ионными проводниками и число субтерионом не включают теперь. Ну вот, значит, дальше можно рассуждать двумя путями, в принципе, два принципиально разных пути. Первый путь такой, мы берём ион, а, ну да, и мы должны понять теперь, почему вот эта энергия активации, она мала. То есть фактически всё это дело занимается простой вещью. Вот эта вот величина велика. Для того, чтобы она была велика, понятно, что, значит, мы можем добиться этого только тем, что вот эта величина мала. Но она и есть мала. Но спрашивайте, почему же она меньше, если вот на порядок, а то и на два порядка. Она меньше, чем, когда у нас нормальная. От него высота вот этого барьера, там, субтериономик оказывается в сто раз меньше. Ведь, по сути дела, значит, как бы сказать, это как раз та величина, та, как бы, сила, которая делает твёрдо, тоже поддерживает материал в состоянии химической связи. То есть это, как бы, величина химической связи, да? Энергия химической связи. Но, если посмотреть на энергию химической связи нормальных субпериодников, обычных субпериодников средних, то она не сильно отличается, она практически не отличается от химической связи вне субпериодников. Вот эта величина, ну, на порядок-то точно не отличающаяся. Они могут отличаться, там, на 10%. Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы понять, почему, начиная малая. Значит, для этого... Почему мы приобрели малая высота вот этого барьера? Для этого есть, как бы, два основных принципиально разных пути. Первый путь. Выберём один йон и начинаем смотреть, как он взаимодействует со всеми своими окружениями. Значит, начинаем считать вот типы программ, которые здесь были обсуждены. Значит, используем какое-нибудь там молекулярно-динамическое моделирование и так далее. Молекулярно-динамическое моделирование основано на простой вещи. Все взаимодействия, на самом деле, в твёрдом теле – это взаимодействие к лонушке. Ничего другого там нет. Вот. Поэтому, значит, единственное, что нам надо сделать – правильно записать электрические поля от всех там, кто там участвует. Потому что электрическое поле – это не просто расстояние между зарядами, но ещё и электрическая проницаемость, форма поля может быть как-нибудь хитрая. Вот это надо сделать. Значит... Но вы, с другой стороны, видели, что там, скажем, в том же аргентном йоде, там, как минимум, три сорта позиций, заполненных с разной силой. И, мало того, значит, там, как бы сказать, вот это вот распределение серебра между устойчивыми позициями, оно носит практически неприимный характер. То есть мы должны быть для каждой позиции и решить эту задачу. Вот это реально сделать можно. То есть сейчас уже позволяют такие усилительные возможности. Но, честно говоря, вера в это решение не будет никакой. Потому что сделать эту задачу однозначно не удастся. Поэтому я люблю... Я поклоню любого, я поклоню такого, такого. Давайте считать вот эти самые подвижные йоны неким ансамблем. Ансамблем частиц. И тогда мы для него можем ввести достаточно некие характеристики, многие из которых мы можем поверить экспериментально. Значит, в первую очередь это, конечно, химический потенциал. Значит, есть такой очень хороший метод измерения химического потенциала. Он просто экспериментальный. Это метод ДС электрохимических речей. Придуман Варгером, Карлом Варгером. И, значит, как бы застолблен в этой самой работе. Значит, суть его сводится следующим. Вот если мы... На самом деле здесь не обязательно вот эти вот конкретные химические соединения. Это просто некий пример, что... Если мы соберем такую ячейку, вот такую вот ячейку, то мы для нее сможем записать следующее. Вот в условиях равновесия. Значит, в условиях равновесия у нас ДС этой ячейки будет равна разности, равна, значит, работе по переносу атома серебра отсюда, вот сюда. Значит, это выглядит вот так вот. Ухвата этих интеграмов. Значит, от этой границы до этой. Здесь должна быть стоять доля взаимодействия, перенесимого именно ионом серебра, это число переноса вот в парагетном углении, и плюс вот такой интеграм вот по этой части. Значит, вот он здесь записан. Значит, учитывая то обстоятельство, что в аргентном углении число переносов по серебру это просто единица, вот, и в условиях равновесия у нас на вот этих границах концентрация серебра должна быть одинаково, и следует, что химпотенциал должен быть одинаковый, то вот вся вот это вот выражение очень упрощается и исходится в такой простой форме, на этом очень упрощается. Это разность химических потенциалов, ДС этой ячейки будет равна разности химических потенциалов серебра в металлическом серебре. Вот здесь вот. И разности химического потенциала серебра подзора и фастер. Значит, это, значит, у нас на моль. Если мы перейдем на одну частицу, то, значит, мы должны перейти просто не на кулоны, не на 96500 кулонов, которые, значит, относятся в число богатых атмос, а на заряд одной частицы. Получается очень простая форма. ДС этой ячейки легко померить. Вот эта вот величина, это просто константа, это начало счета. Вот заряд частейц известен, это заряд электрона. И таким образом отсюда получается сразу химический потенциал серебра вот этой самой нашей фастер. Ну, ну да, вот здесь вот не зависимо то же самое, то, что я сказал, но пусть не здесь еще. Несколько моментов. Вот, значит, экспериментальная зависимость идет с такого типа ячейки. Ну, в данном случае для вот такого вот соединения. Значит, для однофазных областей эта зависимость имеет вот такой вот вид наклонный. А для двухфазных она имеет вид, но то, в котором химпотенциал, как и положено для двухфазных областей, не изменяется. То есть, если вы меняете концентрацию серебра в двухфазной области, у вас химпотенциал серебра не меняется, а меняется, значит, просто концентрация фаз с соотношением двухфазных. Ну, как типа, есть хороший пример, вода и лед, если вы начинаете нагревать, у вас просто лед переходит в воду, но температура не поднимается. Здесь так же получается. Вы добавляете одну, один из компонентов, а химический потенциал у вас не изменяется. А, ну да, ну тут еще на всякий случай нарисован для наглядности. Там вот Дима просил, значит, красивых картинок, поэтому я обращаю внимание, есть красивые картинки. Ну, цветом красивые, формой не удалось. Значит, это вот разные, значит, структуры, в этих однофазных подлострах, это вот такой, это просто теорет титана. Здесь у нас теорет титана наполовину заполненный серебром, значит, здесь у нас заполнены 3 четверти, вот такая получается, то есть заполнение вот этих кружочков картинка. Ну и, наконец, вот эта вот вот эта вот, где, так сказать, все позиции заполнены серебром. Теперь, допустим, то суть, мы это сделали. Мы, так сказать, можем это сделать, мы можем получить вот эту кривую в зависимости химического потенциала от концентрации. И тогда мы, значит, должны дальше ее как эндротекина. Значит, чтобы это сделать, надо вспомнить, что свобода энергия гипса имеет вот такой вид. То есть энтарпия минус С на ДТ и плюс В на ДП. Значит, это химический потенциал, это то же самое, только отнесенное к одной частице, нормированное на одну частицу. Значит, вот, соответственно, получается, вот, так сказать, такая вещь. Значит, поскольку изменения давления у нас нет никакого, то есть мы ведем, так сказать, постоянное давление процесс, то вот этот ДП равен ДП, и у нас остается уже вот эта часть. Ну и все. Дальше, значит, отсюда мы можем через... То есть я напомню, что знали бы мы вот эту величину экспериментально. Поэтому мы должны, как бы сказать, через нее выразить остальные терминомические функции. Но энтарпия будет выражаться легко и понятно. Дифференцируя все по температуре, значит, остается только у нас энтарпия. Ну, с минусом, кстати, вообще. Энтарпия, это есть, если мы теперь нашли вот эту энтарпию, подальше энтарпия, значит, очень легко получается. Надо взять ему потенциал и вычесть из нее вот эту часть. Ну, поскольку она с минусом, здесь будет вкусно. Вот. Значит... Ну и еще при этом не забывать, что на самом-то деле мы все-то отсчитываем соответствующие терминомические функции от начала отсчета. Надо не забывать, что у нас начало отсчета фиксировано, и это и есть металлическая просто серебряная. Значит, вот этот факт отражен в этой записи. Вот. Приеду ТТ. Вот. Теперь, допустим, мы это все сделаем. Это все сделать можно, это все делать беспорятно. Значит, для этого придется померить вот эту самую зависимость химического потенциала при разных температурах. Ну, если мы будем знать ее как функцию температуры полисосклава, мы все же легко продиференцируем, там, обычно не бывает, что надо сделать. Но! Что мы при этом найдем? Мы при этом найдем химический потенциал атома. Атома серебра. А атома это, как бы сказать, не совсем то, что нам надо. Нам надо из него излечь химический потенциал иона. Потому что именно этот барьер, который мы ищем, он связан с взаимодействием иона с решеткой, а не атомом. Значит, ну понятно, что ион от атомно отличается тем, что у атома и есть электрон, иона его нет. Значит, поэтому, значит, вот придется представить нам вот это вот выражение вот в таком виде. То есть, как представить вот сумму химического потенциала электрона и химического потенциала иона. Ну и тогда, соответственно, будет химический потенциал иона серебра в серебре минус химический потенциал серебра в исследовательном соединении. Теперь, значит, вот эти части, связанные с химпотенциалом электрона и химпотенциалом иона мы можем анализировать по отдельности. Это связано с тем, что у химпотенциала электрона есть некая специфическая зависимость, связанная с наличием функций распределения фермигиона. То есть концентрация электрона, она обычно записывается вот таким образом. Таким интегралом, так называемый интеграл фермии степени 1,2, где вот эта функция распределения фермигиона в тонком состоянии, а вот это ЕФ, это есть не что иное, как химпотенциал электрона. Ну, в разных, по-моему, случаях. Или, скажем так, строго говоря, уровень фермии это есть химпотенциал электрона при абсолютном нуле. Вот так. Но поскольку, по-моему, химпотенциал при абсолютном нуле, и при не абсолютном нуле, и вообще не при нуле, при абсолютном не нуле, он отличается очень мало, то, в общем-то, между ними стают обычные ничеты. Их может быть два выражения как символизм. Вот. Значит, найти вот эту вещь ионку. Значит, мы должны что сделать? Мы тогда должны написать вот эту вот зависимость, найти, значит, понятно, что одно серебро – это нам один электрон, и должны вот использовать это вот уравнение электронейтральности, попытаться найти концентрацию ну, концентрацию электронов мы знаем, но теперь с помощью ее мы должны найти энергофермии как функцию температуры и концентрации серебра. Вот что мы должны сделать. Ну, как бы, эта задача такая отдельная, она выходит сейчас за рамки того, что я хочу рассказывать. Вот. Но, в принципе, она решается, значит, с точки зрения вот использования различных кинетических свойств, значит, можно, например, мерить, скажем, термо-ДС, коэффициент диебека, в который очень простым способом входит в химпотенциал. То есть есть выражение, так называемое, формула Макта, согласно которой, значит, коэффициент диебека, значит, пропорционально не делится на минуту. А, КТ на минуту. Пропорционально, КТ на минуту. Значит, если вы поверили в предыдущий миллион от самых коэффициент диебека, то вы можете уже очень неплохо определить этот самый химпотенциал, как функции, ну, там, соответственно, температуры и социалы. Но есть другие вещи, например, в ТСП, есть полгольская восприимчивость, которая здесь может быть измерена. Это все сделано, это все будет сделано. И вот этот самый химпотенциал электронов, таким образом был маленький. Когда, значит, нашли вот химпотенциал электронов, то дальше все стало просто. Берем вот это вооружение, подставляем сюда химпотенциал электронов, и тогда единственная, то есть разница между вот этой величиной и, как бы, всей этой суммой, это будет только химпотенциал электронов. И больше ничего. Значит, теперь дальше. Как нам интерпретировать этот самый химпотенциал электронов? А здесь, значит, как бы тоже, там, как это, у Киплинга сказано не всегда, есть 40 способов исполнять печень племени, и все они правильно. Вот. Я один из этих способов привлек. Это называется, значит, движение среднего круга, в котором считается, что каждый йон взаимодействует, во-первых, с решеткой, и во-вторых, друг с другом они взаимодействуют. Больше никаких взаимодействий не предусмотрено. Значит, с решеткой, это вот записывается, как вот такой клад, независящий в концентрации. И плюс еще, значит, когда каждый с каждым взаимодействует только в расчете на одну частицу. Если мы это запишем на весь ансамбль, то, как вы понимаете, будет дороже. Когда-то вот в расчете на весь ансамбль, вот это h, будет это есть h0, умножить на концентрацию частиц. Это, как бы сказать, если у нас есть потенциальная яма, и мы бросаем туда шарик, то каждый раз, если яма одинаково не меняет своей глубины, то каждый раз будет выделяться одна и та же ансамбль. Вот h0, умножить на m. И, значит, там, что там, туда будет, да? И плюс еще, значит, это лямба пополам умножить на m квадрат. m квадрат — это из-за чего? Вот взяли мы один йон, и он взаимодействует со всеми йонами, как сказать, в решетке. Взяли мы второе, он тоже со всеми ансамбль. Всего-то, в больших случаях, будет n пополам, да? Потому что, значит, ну, два раза, как бы сказать, он один раз в качестве, что бы сказать, центрального, что ли, его и делал, а второй раз в качестве случаев, с которым взаимодействуем. Ну, или вот n пополам, и, значит, это вот коэффициент пропорциональности лямба. Значит, если мы теперь, ну, это как бы навесен сам. Если мы теперь что-то нанесем к одной частице, мы должны уделить эту концентрацию, ну, и получится вот эта формула, которая тут и была. Эта форма была. Ион-ионное взаимодействие. Чего здесь нет? Очевидным образом, чего здесь нет? Здесь нет того, что, здесь не предполагается, что изменение концентрации ионов как-то изменяет нам основную решетку. Считается, что у нас основная решетка, не замечает их изменить концентрации. Ну, вот, тем не менее, значит, это все очень широко распространенное приближение. Я бы это самое не говорил. Ну, то есть оно во многих местах есть, но вот конкретно такой вид я, значит, списал вот в этой задаче. Значит, теперь, значит, экспериментально это все Задача решалась на примере тех материалов, с которыми я вообще в жизни работаю. Вот интерполатное соединение. Значит, это слои. Значит, кексагональный слой титана, никаких нет титанов. Слои кексагонального титана с одной стороны упакованы кексагональными слоями калькогена. И вот стопка таких слоев вставляется во весь кристалл. Между слоями здесь пустое пространство. И вот сюда вот могут залезать вот эти самые ионы. Они оказываются тут подвижными. Значит, с точки зрения электронной структуры здесь происходит следующее. Когда ион попадает между слоями, он просто отдает электрон, ну, и становится тем самым заряженным шариком, который, может, вот так бы мы уже это будем встретить. Стремимся. Так, теперь вот, значит, экспериментальные результаты, которые здесь есть. Значит, вот это вот зависимость ЭДС ячейки, у которого фактически есть химический потенциал атома-серебра в соединении, это функция концентрации при двух температурах. Вот это видимо 300 градусов Цельсия, там 200 градусов Цельсия. Значит, есть здесь двухфазные области и есть однофазные области. Значит, для двухфазных областей, понятное дело, нет никакого смысла определять термодинамические параметры, но есть только то, значит, дело, есть смысл это сделать для однофазных областей. Вот. это результат разложения на электронные и йогные вклады, значит, вот это вот, для вот этой части, вот для этой фазы. Для этой фазы. Значит, вот, как бы сказать, эта фаза, ну, вот ЭДС пересчитана в химпотенциал атома-серебра, а вот поведение химпотенциала глюконов и химпотенциала йогов. Значит, ну, всё, как бы, мы почти всё сделали. Вот ещё, вот здесь плохо видно. Здесь видно плохо. Смотрите, давай я покажу, допустим. Давай, допустим. Да. Точно, совершенно не знаю. Значит, это вот тоже разложение, теперь, значит, разложение, мы должны сделать точно такое же разложение для термодинамических функций. Выделить эту самую эндропию вот так. Значит, эндропия, ну, она тут тоже выделена, но она здесь, как бы, интереса для этих целей, да нет, не надо сейчас, не важно, не представляет. Значит, вот он, вот это вот зависимость, к сожалению, не видно, но вот так вот идёт эндапия электрона, она возрастает под функцию концентрации серебра, а вот идёт, вот это, значит, ионок, а это, значит, эндапия ионок, тоже на какие-то вещи. Вот она идёт там. А это, значит, общая эндапия атомов, в которой есть сумма. Значит, вообще говоря, так казалось бы, значит, что если сложить вот эти независимости, то вот это вот не получится. На самом деле, получится, потому что эта зависимость относится вот этой, как сказать, оси. И, на самом деле, получается. Важно вот что сказать. Важно здесь сказать следующее. Что вот если посмотреть на формулу, получается, что эндапия серебра должна быть просто линейной, она зависит от концентрации. Она должна быть линейной функцией. На самом деле, она линейной и не является. Так, если поглядеть сюда, видно, что она не линейная, вот она при включении линейной, по-моему, не видно. Вот она вот такая идёт, она немножко не линейная идёт. Ну и глядя на это дело, если подумать, то понятно, что тут может быть проблема. Дело в том, что при внедрении серебра мы меняем размер решетки. Если мы меняем, значит, параметры решетки, то есть следует межатомное расстояние. Если мы меняем межатомное расстояние, то, вообще говоря, каждый раз глубина вот этой ямы, куда она складывается, ну, сейчас говоря, должно быть разным. На самом деле, получается разным. Он просто то, насколько разным. Если сильно разным или не сильно разным, можно этим принять или нельзя этим? Вот то, что она не линейна, показывает, что принять этим нельзя. Значит, тогда надо как-то учитывать этот факт. Значит, вот, по счастью, для вот этих материалов была разработана методика учёта упругого вклада. Вот как раз эта вклада по растяжению решетки, она была разработана. Значит, идея состояла в том, что считать, что будто вот эти слои наши, они скреплены пужинками какие-то, со своим каким-то характерным размером. Пужинка – это как бы размер разницы. Вот мы эту пужинку туда вставили, слои стремятся её сдвинуть, пужинка их стремится раздвинуть, вот, и они, значит, там находят какой-то компромисс. Вот, если это так, и тогда, значит, энергия в расчёте атома ну, где, вот, есть такая вот энергия максимальной деформации. Ну, важно, что вот энергия в расчёт, упругая энергия в расчёте атома имеет вот такую. Теперь, если, значит, всё это сделать, вот это учесть… А, да, я забыл сказать. Значит, смотрите. Значит, здесь важным является вот что. Здесь есть такая вот величина, как параметр С, вот это расстояние между слоями, как функция концентрации серебра, значит, отсчитываемая от параметра… от этого расстояния, когда тут никакого серебра нет, когда-то изменение от параметра С, значит, в зависимости от содержания серебра. И эта функция, она должна иметь определённый вид. Значит, вот здесь у меня нарисовано, как это выглядит. Вот это концентрационная зависимость от точки, это эксперимент, а кривая – это как раз подконку. На самом деле, видно, что в начале и в конце она хорошо совпадает, а где-то в середине, значит, есть вообще проблемы. Ну, вот есть проблемы, да. Это связано с тем, что там возникают некие упорядочения. Вот. Но, тем не менее, отсюда можно извлечь вот эту самую… вот эти постоянные… упруглые постоянные, значит, энергии упруглые, и ввести её, значит, в формулу для энтальпии. И тогда, значит, вместо вот такого вот зависимости людей, на самом деле, получается вот такая вот зависимость. Значит, на этой зависимости точки – это экспериментальные данные. А вот линия, я не знаю, опять же, видно, что здесь есть линия. Видно, нет? Нет. Вот линия – это как раз расчёт. Расчёт вот по той форме, с учётом другого взаимодействия. Видно, что, значит, после этого учёта другого взаимодействия согласие стало просто идеальным. Вот. На самом деле, видно и другое. Видно, что если бы мы его не учитывали, разница была бы, по крайней мере, на очень широкая область, она была бы тоже, по сути, очень маленькой. Фактически, основная часть вот этой традиционной формы учитывается правильно. Есть небольшая поправка, вот только она и не важна. Итак, тогда в таком виде этот энтальпе принимает фотоплатрин. Значит, вот это было то, что было. Вот, где х – это концентрация, безразмерная, правда, концентрация. Теперь давайте считать что-то на одну элементарную ячейку, и тогда будет считать х. Ну и плюс вот это вот другое явление. Значит, теперь дальше, что мы должны сделать? Вы должны, значит, взять и вычислить, значит, энтальпе иона, помещённого в потенциальную яму и над барьером. А потом вычислить одно из другого, и вот разница нам даст, как раз, энергию по затаскиванию иона на барьер. Вот, написал про именно одно, вот на другое. Вот разница. Значит, обратите внимание, что не стало. Выстало вот этого вклада. Почему не стало вот этого вклада? А теперь, представьте себе. Вот у нас есть йон, который взаимодействует со всеми остальными йонами в кристалле. Вот мы взяли его, поместили его в яму, а он со всеми йонами в кристалле взаимодействован JAOUL. Теперь мы его вытащили на барьер, а он всё равно со всеми йонами в кристалл взаимодействует. Есть разница в взаимодействии, в энергии взаимодействия? Конечно нет. Потому что когда мы со всеми ионами, то смещение одного иона ничего не изменит. Смещение его из позиции из одного места в другое, в кристалле, ничего не изменит. Это означает, что этот вклад пропадет и останется только вот эти вот члены. И вот они начнут, и вот такое мысль. Значит, ну вот, энергоактивация рассчитана исходя из этой модели. Вот точки, касается периметания, выращивания, зависимость этого расчет. Вот. И, значит, как вы понимаете, получается такая вещь, что вот эта фактически энергоактивация вот строится в такой формуле. Это изменение вот этого вот начального члена, связанного просто с дубиной потенциальной ямы, когда мы бросали, значит, шарик, значит, и изменение углы энергии при взаимодействии. Значит, какое, какова может быть природа вот этого взаимодействия, образовывающего вот эту яму, локального взаимодействия? Вообще говоря, так вот кажется интуитивно, что должно быть провалютное взаимодействие. Потому что любое ионное взаимодействие, оно не будет локальным, оно будет, то сказать, иметь несколько координационных сфер, которые будут сосредоточены. Локальное взаимодействие – это кавалютное. Тогда, если это так, то энергоактивация может быть записана в таком виде. Это изменение кавалютной энергии при вытаскивании иона на барьер, и оно соединение упругой или, если что, то же самое, ионной энергии, энергии ионного взаимодействия при том же самом процессе. Значит, ну, если это так, то тогда понятно, что надо делать, для того, чтобы эта энергия активации была маленькой. Надо, чтобы вот эта величина была примерно равнадо этой величины. Если они друг друга смогут скомплексировать, будет 0. Значит, а это, в свою очередь, означает, что степень кавалютности и ионности, значит, суперионных проводников значит, примерно, значит, где-то одинаково. Ну и действительно, если ее посчитать по лингву скомплексательности, она вся концентрируется по типу одной и той же величины. Значит, вот, в таком виде эта формула, наверное, двигается для любых материалов. Потому что, представим себе, что у нас чистый кавалютный материал. Тогда вот просто вот этой величины нет ничего. И мы делим вот эту штуку, ничем не уменьшим. Представим себе, что у нас материал чистой ионной, но нету кавалютной составляющей, нисколько, 0. Тогда, значит, вот этой части нету, а мы имеем в виду, имеем в виду вот эту. Значит, минус появляется. Минус этот связан с тем просто, что мы, как бы, ищем их разницу. Значит, если у нас одной из них нету, то минуса это не будет, все равно будет плюс. И остается тогда только вот этот ионный вклад. Значит, это большие энергии. То есть мы взяли две больших величины, одну из другой пачки, и разница оказалась маленькой. Вот, кстати, причина того, что несет нас энергией активации суперронных материалов в ладо. Значит, ну вот этот слайд девочек говорит, ну, я, ну, не менее, ладно. Значит, как бы нам теперь вот экспериментально проверить? Ну, ладно, суперронный материал, ладно, мы один материал взяли, погнали всю эту программу, для него все это решили. Но как нам убедиться теперь, что вот эти рассуждения, они, так, более-менее универсальны и могут быть распространены на другие вот эти дела? Значит, ну, первый, самый простой способ вот это будет. Берем материал и смотрим, как у него меняется энергией активации, ну, у него, значит, процент диффузии, если мы не можем энергией активации померить. Как функция, скажем, действия давления. Что мы делаем, когда мы меняем давление? Когда мы меняем давление, мы усиливаем уходный вклад исследовательный вклад. Значит, если у нас он и раньше играл доминирующий уровень, если он был больше повалютным, то у нас диффузия должна подразляться. Вот, значит, здесь пройдет умбром, как функция, значит, внешнего давления. Видно, что коэффициент диффузии уменьшается, и при этом, что самое важное, то есть просто меняется наклон. А, нет, здесь это ничего не даст. Значит, у нас помнижается коэффициент диффузии, коэффициент диффузии, коэффициент проводимости. Это, наверное, проводилось. Кротезионная проводимость. Но на самом деле это все равно. Потому что из формулы Мернс-Аййнштейна следует, что это, в общем-то, очень важно. Значит, у нас, чем больше давление, а, ну да, правильно. Чем больше давление, тем у нас ниже проводимость. Вот, значит, но есть еще один способ, более, если, на мой взгляд, правильный. Давайте возьмем, скажем, вот агент умьет, и будем замещать серебро примесями разного идемного радиуса. То же самое. Значит, большая примесь – большой кубик вклад. Маленькая примесь – маленький кубик вклад. Как выясняется, энергия активации, как функция идемного радиуса примеси, имеет вот такой любопытный вид. Вы видите, она с минимумом. Чему соответствует минимум? Понятно, чему. Он соответствует максимальной компенсации кавалентного идемного плата кубик вклада. Значит, такая же картина для бытов линоземов, где тоже энергия активации проходит через минимум. Вот. Ну и вот, честно, да, когда бы перешел к кубик вклад. Значит, вообще, вообще, значит, ну вот вот они написаны. Суть их состоит в том, что вообще реактивная диффлюзия – это есть фундаментальный процесс, который в разных средах происходит, и в твердых телах он происходит тоже во многих случаях, и он выиграет важную технологическую роль часто. И суперионные плата кубики, они, во-первых, не являются никаким особой группой твердых тел, они ничем на самом деле не выдержаны, кроме того, что там так случайно получилось, что кавалентные ионные вклады, значит, во взаимодействии иона с решеткой оказались почти 90 лет. Вот. Значит, это все показывает, что можно вообще диффузионной подвижностью управлять. Например, если у вас есть задача борьбы, скажем, с коррозией, которая связана с тем, что у вас там, скажем, какой-нибудь неприятный, значит, там, атом пробирается к поверхности металла и, значит, все гудже и гудже проедает. Либо, например, это есть старение микросхем, либо, значит, это есть, где надо подавить эту диффузию, либо это есть, скажем, процесс работы, скажем, литиевых батареек, где, наоборот, надо, чтобы диффузия шла быстрее. Вот используя вот этот, значит, подход, в принципе, можно регулировать, управлять процессом диффузии. Значит, если у меня есть еще несколько минут, я бы рассказал один случай из жизни. где-то, кстати, эта диффузия собрала вообще удивительный уровень. То есть, когда я поступил в университет, ну, вот, где-то... А, повторяй, каком году? 78-й год, или 1978-й год. Нет, поступил я раньше, это как бы история произошла, в 78-м. Вот, значит, у нас на кафедре, у нас на кафедре занимались вопросами коррозии металла. Значит, это было связано с тем, что, в частности, ну, уже задолго до этого, ну, в общем, как бы, лет за десять до этого мы нашли в Тюмени нефть, Тюменскую нефть, самогорское награждение, вот, и оказалось, что это нефть сервиса. Ей много сервиса. Когда ее начали на Уралмаше, там, на Визе, там, в разных других местах сжигать, для того, чтобы произвести термообработку своих деталей, а на Уралмаше-то, если там очень много закалочных условий, вот, то обнаружили, что стали, которые вот в советские времена, советские нержавеющие стали, которые маркированы как нержавеющие, в таких атмосферах стали коррегировать, ну, просто с бешеной скоростью. Там, вот, люди рассказывали с Уралмаше, что, значит, колосники там, размером в руки, пожалуй, толще, это не моя рука, люди там были, там, с Уралмаше, другие люди были, там, рука была, так сказать, гораздо полторайше толще. Вот, колосники, размером в руки, в течение недели превращались в порошок. Вот в этой атмосфере. Ну, это понятно почему. Когда вы сжигаете нефть, у вас получается, значит, сера, которая там содержится, она окисляется, получается СО2, он хватает из воздуха в воду, превращается в соляную, в серную кислоту, либо в сервистую кислоту. Чего? Ну, СИБР. Значит, почему? АСО3, может быть, АСО3. Вот, значит, какую-то серную или сервистую кислоту, и вот эта кислота начинает уже взаимодействовать со сталями, которые к этому, конечно, были не готовы, которые нигде тут не отличались. Они в воздухе, действительно, не ржавели, они были не ржавеющими, но вот в такой вот серосодержащей атмосфере, кислотно-серосодержащей атмосфере, они, конечно, ржавели. Вот, и, значит, наша кафедра участвовала в том, что мы, значит, боролись, участвовала в этой борьбе. Значит, среди этих способов борьбы, там есть, значит, один такой любопытный приемчик. Дело в том, что вот, если вы возьмете, как бы сказать, некий кусок, некий материал, значит, деталь, или внесете ее в агрессивную среду, да, то что произойдет? У вас, значит, по поверхности сначала возникнет, ну, пойдет химическая реакция, и на поверхности возникнет слой продуктов реакции. Значит, и дальше все будет, дальнейшая судьба будет определяться тем, свойствам вот этого слоя. Вот, скажем, если это алюминий, да, алюминий на воздухе, то есть он как-то сгорает на воздухе с огромным тепловыделением. Но, когда вы его уносите на воздух, на нем сразу появляется пленка оксида алюминия, которая его изолирует от воздуха, и дальше реакция негка не имеет. Обыскует его. Вот, но тем не менее, если вы, ну, может быть, другая ситуация, что вот эта пленка продуктов реакции, она может быть пористая, или там, с трещинами, или там, просто, если через нее процент диффузии достаточно хороших. Но дальше, чтобы процесс счел, вам надо, чтобы либо среда проникала через этот слой поверхности металла, либо, чтобы металл диффундировал, на встречу вот этому самому кислителю, резиновой среде. Вот, и тут, значит, как бы сказать, есть разные способы замедлить этот процесс. Можно постараться сделать вот этот слой, подавить ее диффузию, сделать так, чтобы диффузия там шла очень медленно. Ну, вот, так получилось, что вот та группа, в которой, в которой я, как-то так вот, упал в нее, таким посетом и выбирал, просто так получилось, она немножко на других принципах стояла. Она пыталась замедлить переход через вот эти межфазные границы. Через границу металл, значит, пленка вот этих продуктов коррозии. И наоборот, и дальше, из вот продуктов коррозии, значит, вот, среда. Она пыталась замедлить этот переход. Действительно, если вам удастся сделать, допустим, так, чтобы добиться того, чтобы эта пленка была, скажем, диэлектриком, то представьте себе дальше, что происходит. Вот вы берете, значит, вот вы атом, да, вы атом-металл. Да, и вы из металла перепрыгнули вот эту диэлектрику. Но при этом что-то получилось, вы же, значит, с собой, вы же не можете быть атомом, вы все равно ион, да, вы перепрыгнули, значит, принести с собой заряд. Ваши электроны остались, если там, где-то. Теперь, если это диэлектрик, то, значит, никуда вы не улетели из своих зарядов. Они вас обратно затащили. И поэтому этот процесс переноса через границу будет мучительным. Он очень медленно вылетел. Вот. Ну и вот, значит, для того, чтобы проведить эти эксперименты, и особенно, значит, попытаться воспользоваться вот таким обстоятельством. Понимаете? Поверхность в фельме, она не затронута. И можно, значит, попытаться организовать так, чтобы было, так и организовать, чтобы вот этот контакт, он был упрямляющим продуктов реакции, значит, с металлом, чтобы этот контакт был упрямляющим. Вот. Но для этого нужно, чтобы вот эта пленка, она, по-моему, не кристаллическая. Потому что надо оптимизировать направление, которое мы будем, значит, упрямляем. А для этого нужно научиться выращивать много кристаллов. Мы на таблине, значит, тогдашняя молодежь, значит, я не знаю, тут есть, но, Дима есть, который знает людей. Сейчас это уже не молодежь, это сейчас уже Володя Горбунов, значит, Сергей Сливалов, Солнцев, Дмитрий, Виталий. Вот. Ну и я. Значит, еще были люди, которые там, сейчас уже их здесь нету, по разным причинам. Вот. Мы, значит, начали выращивать какие-то монокристаллы. Значит, монокристаллы, чего? Поскольку нас интересовал переход через межфазную границу, а не диффузия через пленку, нам нужно было такое вещество, в которое диффузия быстро вышла, а только можно было бы сосредоточиться на переходе через границу. Это субплемённые бродицы. Вот селеник меди, очень хороший материал, на котором это можно посмотреть. Вот. И мы учились выращивать этот самый селеник меди. Мы, да, подзак, мы, наверное, так, раз двадцать, двадцать-вадцать пять попыток совершали. Из них, значит, наверное, пять или шесть кристаллов у нас получилось. Вот мы, значит, радостно, как бы, сказать, эти кристаллы убили и готовились, потому что, значит, каждый возьмет себе кусочку, каждый умеет нам кусачку, диплом и так далее. Как вдруг, откуда ни возьмись, нам объявили, что и нами заинтересовалось космическое ведомство тогдашнее советское. Я вот не помню, как оно называлось в те времена. Там смысл их интереса состоял в следующем. Они задумались о полётах к дальним планетам Солнечной системы. Значит, и вот если летать вблизи Солнца, то, значит, как бы источник электричества понятно. Это Солнечная батарея и всё. А вот если лететь, скажем, хотя бы на Марс вы посмотрите на американские пирогеры, они по полгода заряжаются, там уже Солнца мало. Там с этим возникает проблема. А если ещё дальше, ещё хуже будет. Причём так, пропорционально, как Эркодор, как ГРУ. Вот. Поэтому, значит, понятно, что надо с собой нести, как бы, источник энергии. Вот. Но, значит, то есть, ну что делать? Какой источник? Понятный вопрос, да? Он и реактор. Вот. Если вот от него убрать, там, значит, биологическую защиту, которая здесь не нужна, в общем, он довольно компактно делает. Но прикол состоит в том, что реактор-то он делает тепло. Он, как бы, электричество не делает. Тепло такое делает. И из тепла надо, значит, получить как-то электричество. Вот на земле, это, в общем, паровой котёл, да? Ну, с собой паровой котёл тащить как-то, как бы, не хочется. Потому что, во-первых, там, значит, перегрузки, непонятно, как это всё, ну, есть сложности технические. И поэтому, значит, эти люди решили, значит, сделать так, что приморки образования тепла в электричество. Ну, это эффективно. Всё просто. Берём термопарк. Значит, там, как там было, Папа Йоффи делал. Партизанский котелок, да? Знаете, да, история? Партизанский котелок. Во время войны, значит, были партизанские отряды. Но при этом, значит, они должны были, значит, следить за немцами и, значит, сообщать, что куда, сколько там танков там поехало, сколько немцев куда пошло. Вот. Значит, для этого им нужны были радиостанции. Как им сообщать? Радиостанция по радио. Да? Но при этом, значит, все радио работали на батареях. Батареи через какое-то время садились. Где их заряжать? Где в лесу зарядить батарею, да? Вот Йоффи, значит, Абрам Федорович, имени которого сейчас физико-технический институт в Питере. Он придумал, значит, такую устройство. Партизанский котелок. Вот, значит, было, значит, вот такого котелка, типа, значит, такая штука. Туда грузили снег или лед. И, значит, все это дело ставилось на огонь. Снимают тонкостью. Вот эта разница температуры между, значит, водой в котелке и, значит, нагревом снаружи, этого хватало для того, чтобы зарядить батарею для радиостанции. Вот. Ну и вот здесь, значит, принцип такой же. Возьмем термопару, поставим ее, значит, в эту самую горячую сплавим к реактору. Холодную сплавим, значит, постоянно, значит, в космическое пространство и будем получать тонкость. Все прекрасно. За исключением одного обстоятельства. Дело в том, что из реактора летят нейтроны. И эти нейтроны попадают в эту термопару и производят там дефекты. Дефекты эти накапливаются, образуют и пластеры. Пластеры скапливаются, образуют там, не знаю, поры, трещины. Все это дело происходит. Крадиционное распухание, термопара поплится. Но и это еще не самое даже главное, не самое не идеяное. Самое неприятное в том, что высокая термоэффективность этих термопаров, она достигается в том случае, если термопары полупроводниковые. В полупроводнике дефекты, там, они такие, как бы сказать, такую жизнь ты свою собственную устраиваешься, там от полупроводниковости ничего не остается, там буквально первые, там, несколько часов работы проводят. И тут кому-то из них пришла в голову в этом ведомстве такая хорошая мысль, что надо использовать материал, в котором дефекты залечиваются, быстрее, чем генерируются. Так это ж так ироники. И, значит, они окинули, значит, вверх и мокрое, орлиным взглядом, по столе годами, и обнаружили, что существует только одна губка, которая выращивает монокристаллы сигнидомедий, которые наиболее подходят для этой цены. И, вот, ну и, значит, на протяжении, там, нескольких лет, мы совершенствовали этот процесс, мы готовили эти кристаллы, мы потом их научились выращивать прям вот по форме вот этого термогенератора, отправляли их на сборку, и с нашими кристаллами остались спутники. Все это кончилось в году по улице, в 81-м. Вот, сначала началось с того, что, значит, ступник с этим термогенератором упал на Канаду, и с реактора на борту там был большой скандал. Канадцы, значит, там били копытом, обвиняли нас. Ну, в смысле, не нас там, Советский Союз обвиняли, что вот какие-то нехорошие. Вот, и я вот внимательно следил, как бы, за этим развитием событий. Выяснилось, что Советский Союз сказал, что все, ребята, мы вам оплатим любые издержки. Вот, покажите нам, что мы вам выпакостили. Ну, вот так вот. Тут нации кинулись искать этот реактор, но и не нашли, не смогли найти этот упавший спутник, поэтому ничего не произошло. Но, тем не менее, значит, вот эта программа, она как-то постепенно сворачивалась, потом, значит, из-за всяких геологических событий она вообще просто загнулась. Но я хочу вот что сказать. Понимаете, вот супероники вдруг оказались очень-то элегантным решением такой важной технологической проблемы. Знаете, вот раз, вот термопар, который, значит, не создаётся, в который дефектно и нейтронно не включается. Да? У супероника же, наверное, ещё много есть сайтов и приложений, которые неожиданно спутят. Вопросы? Есть какие-то вопросы вам задавать? Мне почему-то кажется, что нету, мало будет вопросов сейчас. Обычно у Жени какие-нибудь вопросы есть? Да. У меня, в принципе, есть вопросы. Я так и знал. Ну, в вопрос, какой из области фантастики, наверное? Вот коэффициент диффузии он может быть и не иезотропным в зависимости от пространства? Это же условно, конечно. А у нас эта формула не затрогнула? А это потому, что кубическая решетка, она почти шарит. А вот дело в Суи, на самом деле... А вот там, да, там очень не затрогнули. Значит, дело в очередь. Коэффициент диффузии вдоль слоя, он меряется легко. А во вверх слоя, он настолько мало, что я его померить не могу. То есть я могу померить величину на 4 порядка меньше, чем то, что я меряю вдоль слоя. Вот в 10 тысяч раз меньше. Но при такой точности он просто ноль. Понятно, что он не ноль, но он может быть там, не знаю, на 6, может на 8, может на 10 порядка меньше, я не знаю. Но на 4 порядка точно меньше. Вот так. Ну я просто думал, что может есть какие-то материалы, которые там сфейбольные фитнесы, по своим давным течением... Нет, значит, вот эта обстоятельность, она на самом деле очень нужна, потому что имея материал, у которого как бы диффузер вдоль слоя есть, у трех слоя никакой диффузии нет, потому что 4 порядка, это можно перегреть просто. Вот. Это приводит к тому, что мы можем использовать этот материал, как бы сказать, как контейнер под внедренные объекты. То есть, в общем, я как-то раз рассказывал уже, на первую страну, по-моему, школе, что-то прямо рассказывал, до тех пор контейнер здесь сменился, да, наверное, снова... Я думаю, что без оброшения остался. Значит, речь шла вот о чем. Значит, мы можем внедрить разные объекты между слоями, а затем попытаться заставить их между собой химические взаимодействия, произвести химическую реакцию. Это, получается, типа пробирки, заткнутая пробка. Значит, здесь пробка... Пробки нету как таковой, но поскольку, значит, вот, как бы сказать, слой длинный и тонкий, то он весь выглядит как бы вот... Ну, что значит пробирка, заткнутая пробка? Она тоже генерргическая. Там просто есть канал, который тонкий и длинный, да, узкий и длинный канал. А вот здесь вот узкий и длинный канал, то есть вся решетка. Вот. Поэтому, значит, вот можно произвести реакцию, когда у нас все вот эти вот объекты, продукты реакции, они там и останутся. Вот. Ну и, значит, на сегодняшний день у нас сейчас есть, пожалуй, два успешных. Ну, больше есть, но остальные как-то так слабые еще. Вот капитально мы занимаемся сейчас практически двумя, как бы, объектами. Это первое, значит, мы берем, значит, внедряем железо, а потом, значит, его восстанавливаем, и оно становится просто металлическим железом и очень мелкими пластиками. И тогда, получается, проводящие слои, в основном шутки. А рядышком сидят ферромагнитные маленькие-прималенькие пластеры, которые, значит, ведут себя, ну, вот, по первому впечатлению, очень близко напоминающиеся тяжелую фермону. Как тяжелую фермону. Вот. Правда, значит, температура клеек в этом случае получается не там, не 10 кг, как настоящие тяжелые фермону, но она удается поднять до 100 кг. Вот. Ну, правда, с другой стороны, там, значит, плотность состоя... Ну, и, вот, как бы сказать, эффективная масса при этом, конечно, страдает. Потому что, если мы выигрываем в температуре, мы проигрываем эффективную массу. Значит, тогда здесь эффективная масса, получается, там, не 3 тысячи, там, и 5 тысяч, там, всего лишь там пятьсот, просто, эффективная. Масса свободная будет. Ну, масса свободная будет. Вот. Но, тем не менее, зато, значит, дается температура. Второй, значит, объект, вот того, что такое. Мы научились вот это железо, в виде пушицы, переводить в селинит железо, в моноселинит железо, в том числе все проводящие. И поэтому, значит, когда ему много этого железа, и мы его, послушаем, превратили в моноселинит, то получается, как бы, такие пленочки, заключенные между слоями основной решетки. Ну, и, как бы, конечной целью этой деятельности является создание, значит, материала, в котором вот сверхпроводящие, такие очень тонкие слои, будут, значит, вот, как бы сказать, чередоваться с не сверхпроводящими слоями обычной решетки. Это получится такой, кажется, сверхпроводящий многожильный камер. Вот. Ну, тут, как бы, еще очень... До конечного успеха еще очень далеко. Как бы принципиально возможность, да, есть. Мы ее показали. Но, как бы, производить это бы не позволено. Это толщина от этих сверхпроводящих слоев. Значит, вот. Это вообще больной вопрос. Делаю точно. Вот как узнать толщину вот этих сверхпроводящих слоев? По идее, надо подглядеть в торец. В торец мы глядим просвечивающим микроскопом. Мы не можем ему заглянуть в торец, потому что он, как бы сказать, толстый получается в этом же направлении, да? Мы можем взять вот так, вот и постараться так вот повернуть его в руку, значит, ну, до тех пор, пока мы не увидим этого торца. Вот. В наших условиях мы можем повернуть его на 45 градусов. Вот при повороте на 45 градусов он еще бесконечно торже. То есть мы не видим его еще. Он бесконечно торже. Значит, можно косвенно оценить по поведению дислокации. Вот если дислокация в основной решетке идет и проходит над вот этим включением. По идее, если оно, значит, хоть сколько не будет толстого, дислокация должна как-то там его отходить, как-то изгибаться, что-то там, произвести какие-то действия. Она не изгибается ни сколько. То есть вот, ну, мы прикидывали, получается, что не больше, чем, значит, ну, пять постоянных основной решетки. Если пять постоянных, то это не больше, чем 15 на 100. Никак не больше 15 на 100. Меньше, ну, вот, может быть, меньше. Больше, но... То есть, дискабатывает совет, как ты идешь в тяплесную? Ну, будешь вы... Нет, наверное. Нет, не убедил. А, наверное, так, да. Потому что феррун-селенный, он же, подсказывать, там уже феррун, а здесь селенные, здесь селены. Не, так сказать, торчат ним. Да, наверное, так, да. Так, скучно. А что в того? Это также четко affected. Тетрагонально. В смысле, какое решеток? Свер correctly? серопроводящие или основредящее. Тетрагонально бетафер mole селенные sure проводящие бетафероны селенные, а решетка основная, тег высокylumальнаями, Ну что, если больше вопросов нет, предлагаю сейчас пойти на перерыв, продолжительный, часов до 6-ти, Александр Анатольевич, спасибо.